В космосе находится огромное количество удивительных небесных тел. Однако, даже несмотря на всё их многообразие, наш голубой шар по-прежнему занимает почётное место в списке самых интересных объектов для изучения. Никто точно не знает о том, какие аномалии мы можем встретить на глубине в сотни километров. Но та информация, которую оттуда можно извлечь, является такой же ценной, как и результаты исследований, проведённых на Луне или Марсе. Я предлагаю отправиться в самые недра нашей Земли, пройтись по её поверхности и посмотреть на голубую планету из космоса, рассмотрев то, как она выглядела раньше, как выглядит сейчас и то, какой она станет в будущем. Возможно, что к концу нашего путешествия наша планета предстанет перед вами совсем в ином ракурсе. Мы начинаем. Космо. Первый космический. Темп развития нашей цивилизации сегодня достиг огромных скоростей. А для того, чтобы успевать адаптироваться к новой реальности, возникла и необходимость в новых способах обучения. Одним из таких является сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум, где каждый может стать разработчиком, дизайнером или интернет-маркетологом. С первого занятия вы приступите к практике на онлайн-тренажёрах. Студенты курсов программирования начнут писать код, а будущие дизайнеры работать с реальными макетами. При этом условия обучения будут максимально приближены к настоящей работе. Сроки и дедлайны, самостоятельные и командные проекты. Вас поддержит команда наставников, которые будут помогать и обучать собственным профессиональным приёмам. В практикуме придётся по-настоящему учиться, однако только так можно проложить дорогу в успешное будущее. А для того, чтобы попробовать, вам будут доступны первые 20 часов бесплатного обучения любой профессии. Ссылку я оставлю в описании. Человечество было одержимо поиском внеземных цивилизаций ещё задолго до запуска первого спутника и полёта Юрия Гагарина. Многочисленные исследования показали, что ближайшее к нам космическое пространство необитаемо. Но что, если всё это время мы искали не там? Мы задаёмся вопросом, есть ли жизнь на других планетах? Но что, если правильнее было бы спросить, есть ли жизнь внутри других планет? Возможно ли жизнь в недрах подземных глубин, вдали от солнечного света, в страшной и непроглядной тьме? Изучая нашу планету, человек уже спускался на самое дно мирового океана – Марианскую впадину. Об успехах и неудачах этой экспедиции я уже рассказывал ранее. Поэтому сегодня давайте отправимся не в далёкий космос и не в глубоководную экспедицию, а совершим подземное путешествие, чтобы заглянуть в глаза тому, что скрывается в темноте. Всем нам известно о некоторых видах млекопитающих, например, слепышах и кротах, которые предпочитают подземный образ жизни. Однако они редко спускаются под землю более чем на десяток метров. Что же мы найдём, если отправимся на сотни метров или даже на несколько километров вглубь подземного мира? Еще в 2006 году при анализе образцов глубинного бурения из Южной Африки учёные под руководством Барбары Шерват-Лоллар обнаружили бактерии, использующие водород как источник энергии для жизни. Несколько лет спустя этой же группе учёных опытным путём удалось доказать, что количество водорода, выделяемого недрами Земли, в сто раз превосходит предыдущие оценки. Казалось бы, какая нам разница до бактерий и подземного уровня водорода? Ведь, как я упоминал в нашем видео про атмосферу Земли, основные жизненные процессы происходят на поверхности планеты, в нижних слоях атмосферы. Оказывается, это не совсем так. В декабре 2018 года учёные коллаборации Deep Carbon Observatory, глубинно-углеродная обсерватория, установили, что недра Земли населяет огромное количество живых организмов. Общая углеродная масса подземных обитателей составляет примерно 20 гигатонн. На поверхности планеты обитает около 100 гигатонн, однако 80% от этого внушительного числа принадлежит микробам. На человека, а также крупных млекопитающих, приходится всего 0,16 гигатонны. Другими словами, мы с вами не являемся господствующим видом на нашей планете. По мнению учёных, значительную часть обитателей подземного мира представляют совершенно неизвестные и неизученные наукой организмы, которые невозможно культивировать в лабораторных условиях. Подавляющее большинство этого изобилия составляют бактерии и археи. Сопредседатель коллаборации Мич Согин предполагает, что данное открытие может бросить вызов привычному разделению земной жизни на бактерии, археи и эукариоты, предложенному в 1977 году Карлом Вёзе. Возможно, именно в недрах планеты удастся обнаружить самые первые ранние неизвестные ответвления древа жизни. По мнению исследователей, три четверти разнообразия земных микроорганизмов предстоит обнаружить именно под землёй. Исследования глубинно-углеродной обсерватории проходили на протяжении 10 лет, в течение которых коллектив из 300 учёных обследовал образцы бурения, взятых в сотни разных точек на всех континентах, а также при бурении морского дна. Живые организмы были обнаружены на глубине почти 5 километров под поверхностью континентов и более 10 километров под дном Мирового океана. Как удалось установить, самым выносливым из земных организмов является архея Геогема Боросси, способная существовать и размножаться при 121 градусе по Цельсию. На глубине полутора-двух километров нет солнечного света и очень мало кислорода. В суровых условиях живым организмам приходится цепляться за жизнь, используя всю ту энергию, которую они могут найти вокруг себя. Порой условия окружающей среды там чрезвычайно неблагоприятные, а давление в 10 сто раз превышает атмосферное. Температура может быть от нуля до 60 градусов по Цельсию. В этих адских глубинах жизнь встречается нечасто. На глубине полтора километра под землей в одной чайной ложке воды содержится от тысячи до десяти тысяч клеток. Кажется, что это много, но в щепотке земли с вашего огорода таких клеток в сто тысяч или в миллион раз больше. Однако даже в таких условиях встречаются не только простейшие микроорганизмы, но и те, кто любит ими полакомиться. В 2015 году команда ученых под руководством зоолога Гайта на Баргоне заявила о том, что в ходе исследований шахт Южной Африки на глубине полутора километров был обнаружен новый вид червей-нематод. Нематоды – это тип круглых червей, которые питаются бактериями. В отличие от уникальных бактерий, найденных в этих глубинах, подавляющее большинство червей принадлежит к видам, живущим на поверхности. Благодаря стабильности подземной среды и отсутствию хищников, охотящихся на них, нематоды получили небывалые преимущества. Убедившись, что в шахтах могут жить другие существа, ученые оставили оборудование для забора проб в южноафриканской шахте Дри Фонтейн на два года, чтобы профильтровать 12 с лишним миллионов литров воды. Этого достаточно, чтобы заполнить пять олимпийских плавательных бассейнов. Результаты превзошли все ожидания. Было обнаружено несколько видов многоклеточных организмов, включая плоских и кольчатых червей, а также нечто подобное ракообразным. Почти все эти виды питаются бактериями. Другими словами, где-то глубоко у нас под ногами существует огромная сложная экосистема, включающая множество взаимозависимых компонентов. В 2017 году ученые установили, что в двух километрах под дном Тихого океана у берегов Японии, в угольных исландцевых залежах возрастом от 5 до 30 миллионов лет, обнаружены бактерии, которые все еще были активными. Время их генерации варьировалось от нескольких месяцев до более 100 лет. Глубинным микроорганизмам удалось обмануть смерть благодаря частной разновидности анабиоза – ангидробиозу – переходу в состояние спячки на многие миллионы лет при утрате протоплазмы большей части содержащейся в ней воды. Например, это состояние позволяет самому выносливому из всех известных человеку организмов – тихоходкам – выживать в крайне неблагоприятных для жизни условиях. Тихоходки способны пережить охлаждение жидким гелием до минус 271 градуса по Цельсию и нагрев до 100 градусов. Выдержать колоссальную радиацию, более чем в тысячу раз превышающую смертельную дозу для человека. Долго находиться в атмосфере сероводорода и углекислого газа и пережить длительное путешествие в открытом космосе. При попадании в благоприятные условия тихоходки довольно быстро выходят из состояния спячки и возвращаются к нормальной активности. Подобные результаты исследований порождают целый ряд пока еще нерешенных вопросов, самым интригующим из которых я бы назвал следующее. Если в глубине земной коры кипит жизнь, о которой земная наука узнала только сейчас, значит эта жизнь умеет ничем не выдавать своего присутствия на планете. А стало быть, нет ни малейших оснований исключать существование жизни практически ни на одном небесном теле Солнечной системы. Все, что мы знали до сих пор о ближайших планетах, может быть подвергнуто сомнению. Возможно, все это время мы просто задавали неверные вопросы, и жизнь обитает не на поверхности небесных тел, а внутри них. В то же время гипотезы панспермии о том, что жизнь наполнила Вселенную, путешествуя автостопом внутри астероидов, уже не кажутся чем-то маловразумительным. Исследования подземного мира показывают, что жизнь могла появиться на Земле почти сразу вместе с образованием планеты. Подтверждение этого предположения может в корне изменить представление человечества о зарождении жизни на планете. Исследование подземных микроорганизмов не менее важно, чем исследование далеких планет, поскольку, может быть, именно внутри Земли находится ответ на главный из старейших вопросов человечества. Как зародилась жизнь и одиноки ли мы во Вселенной? Люди занимались бурением сверхглубоких скважин с 13 века. Основная причина для создания такого рода проектов заключается в том, что под землей может находиться огромное количество ранее не изученных нами объектов. Например, несколько лет назад геохимики из России, Франции и Германии обнаружили подземный океан Архейского периода, который находится на глубине примерно в 500 километров, а его объем превышает аналогичный показатель для всех поверхностных океанов в целом. С помощью этой находки наука смогла получить более точную информацию об особенностях формирования нашей планеты. И подобные открытия были бы невозможны без методов сверхглубинного бурения. Одним из самых ярких примеров такого проекта можно назвать Кольскую сверхглубокую скважину, которая даже через 24 года с момента ее закрытия остается глубочайшей в мире. Создание Кольской скважины началось еще в 1970 году и продолжалось вплоть до 1991 года. Ее глубина достигает 12262 метров, а диаметр верхнего отверстия равняется 92 сантиметрам. Бурение этого объекта происходило с помощью установки Уралмаш-4Э, а с глубины в 7263 метра ее заменило Уралмаш-15000, вес которой превышал 200 тонн, а спуск и подъем колонны занимал примерно 18 часов. Место для бурения было выбрано в 10 километрах к западу от города Заполярной. Скважина заложена в северо-восточной части Балтийского щита в области сочленения рудоносных до кембрийских структур, типичных для фундаментов древних участков континентальной земной коры. Эта территория является наиболее удобной для сверхглубокого бурения, так как Кольский полуостров – это одно из немногих мест на материковой поверхности Земли, где чехол осадочных пород полностью отсутствует, и поверхность сложена породами очень древнего происхождения – возрастом около 3 миллиардов лет. В отличие от других крупных сверхглубоких скважин, которые бурились для добычи нефти, газа или геологоразведочных работ, Кольская была создана исключительно для решения научно-исследовательских задач. Основной ее целью было подтверждение теоретических моделей строения нижних слоев земной коры, а также исследование характера границ между ними и мантией Земли. При этом исследователи также планировали получить информацию о глубинном строении никеленосного печенекского комплекса, выяснить особенности проявления геологических процессов, получить новые данные о тепловом режиме недр, глубинных водных растворах, газах и составе горных пород. Также Кольская скважина должна была способствовать совершенствованию имеющейся техники сверхглубокого бурения и развитию методов комплексных геофизических исследований пород и руд на больших глубинах. Бурение скважины началось 24 мая 1970 года. До глубины в 7 тысяч метров процесс шел относительно спокойно, так как бур проходил только через однородные прочные граниты. Однако, превысив отметку в 7 километров, аппарат вошел в менее прочные слоистые породы, и при прохождении через них ствол скважины стал осыпаться с образованием пустот. В результате колонну заклинивало, и бур нередко обрывался при попытке подъема. Такие аварии случались неоднократно, из-за чего структура скважины со временем обрела облик кроны дерева со множеством ответвлений. 6 июня 1979 года Кольская сверхглубокая побила рекорд в 9583 метра, ранее принадлежавшей нефтяной скважине Берта Роджерс в Оклахоме. А в 1983 году глубина отверстия достигла 12 066 метров. Дойдя до такого рекордного показателя, бурение было ненадолго приостановлено. А когда через несколько месяцев процесс снова возобновился, произошла первая крупная авария, и бурение пришлось начать заново с 7-километровой отметки. К 1990 году новое ответвление достигло глубины 12 262 метра. Однако после еще нескольких крупных аварий процесс снова был прекращен, и спустя 4 года скважина была окончательно закрыта. Изначально предполагалось, что Кольская скважина поможет обнаружить ярко выраженную границу между гранитами и базальтами. Однако в образцах породы по всей глубине обнаруживались только граниты. При этом за счет высокого давления и повышенной температуры у гранитов сильно менялись их физические свойства. А когда образцы поднимали, нередко гранит рассыпался, не выдерживая резкой смены давлений. Вынуть прочный кусок породы удавалось только при очень медленном подъеме бурового снаряда, и благодаря этому исследователи смогли получить много ценнейших сведений о земных недрах. Получение информации о температуре в скважине стало важнейшим результатом геотермических исследований, так как обнаруженные показатели были гораздо более высокие, чем те, что ожидалось увидеть. Вблизи поверхности скорость роста температуры составляла 11 градусов на километр, до глубины в два раза больше 14 градусов на километр. В интервале от 2,2 до 7,5 километра температура росла со скоростью, приближающейся к 24 градусам на 1000 метров. В результате уже на километровой глубине приборы зафиксировали температуру в 70 градусов Цельсия, а к 12 тысячам метров это значение достигло 220 градусов Цельсия. При этом информация о глубинном строении Балтийского щита существенно уточнила имеющиеся теоретические представления. Благодаря изучению состава сверхглубоких пород были получены данные, существенно отличающиеся от той информации, которой наука обладала до начала бурения скважины. Среди научных результатов нашлись и прикладные. Например, на небольших глубинах геологи нашли горизонт медно-никелевых руд, пригодных к добыче. А на глубине в 9,5 километров обнаружился слой геохимической аномалии золота, концентрация полезного ископаемого в котором доходила до грамма на одну тонну породы. И даже несмотря на то, что добыча с такой глубины вряд ли когда-нибудь будет возможна, само существование и свойства золотоносного слоя позволили уточнить модели эволюции данных минералов. Побить рекорд длины Кольской сверхглубокой удалось только скважинам, пробуренным сравнительно недавно с целью разработки больших газовых и нефтяных месторождений. Одной из таких стала пробуренная в 2008 году нефтяная скважина Майерск ОЛБД-04А, длина которой составила 12290 метров. А наиболее длинной скважиной на данный момент является З-42 Чаевинского месторождения, длиной 12700 метров. Однако глубину Кольской скважины побить так и не удалось. Кроме своих рекордных характеристик, Кольская сверхглубокая обладает еще и уникальной историей, которая за несколько лет обросла множеством легенд и загадочных мифов. Во многом причиной к этому послужили разнообразные аварии, объяснения которым ученым не всегда удавалось найти. Например, в 1995 году на максимальной глубине скважины произошел необъяснимый взрыв, из-за чего бурение пришлось прекратить. Причина явления так и не была установлена. При этом руководитель работ, академик Давид Миронович Губерман, подтвердил, что этому взрыву предшествовал странный шум. Однако спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не случалось. Вполне вероятно, что причиной могла стать поломка самой буровой установки или реакция с неизученным на данный момент веществом, которое там находилось. Ведь такие глубокие слои земного шара до сих пор являются для нас почти неизученными. Кольская сверхглубокая прошла всего малую часть длины от всего пути к центру Земли. Полное расстояние до которого равняется 6371 километру. Работающие на скважине ученые надеялись достичь хотя бы земной мантии, однако для этого им пришлось бы преодолеть отметку в 30 или 40 километров. Но даже тот результат, которого они достигли, до сих пор является невообразимым. И пока что еще ни один аппарат не спускался под Землю так глубоко. Сегодня геология развивается параллельно с проектами по освоению космоса. И подобные исследования можно сравнить с хорошо известными нам телескопами. При этом геологи также имеют свои амбициозные планы. И пока одна часть научного сообщества думает о том, как попасть на другие планеты, другая изучает строение нашей собственной и строит планы о том, как в будущем человек сможет дотянуться до центра Земли. Человек во Вселенной появился не так давно, если сравнить период его существования с возрастом нашей Земли. За все это время в среде его обитания произошло множество природных катаклизмов, которые оказали заметное влияние на нынешний облик планеты. Однако самым губительным процессом можно назвать падение метеоритов, которых на Земле было огромное множество. Представьте, что в один момент вы узнаете, что к нам приближается гигантский астероид. Как вы думаете, какие последствия вызвало бы его падение? И как выглядит место, в которое приземлился самый крупный из когда-либо посещавших нашу планету метеоритов сегодня? Для начала нам нужно разобраться с тем, как именно в науке называют такие небесные тела. Термин астероид появился еще в начале 19 века и применялся для описания наблюдавшихся в телескоп звездоподобных точек, которые, в отличие от планет, были похожи на диски. По этой причине до 2006 года астероиды часто причисляли к малым планетам, а главным определяющим параметром считался диаметр не менее 30 метров. Небесные тела, которые не достигают этого размера, называют метеороиды. Тела, которые сгорают в нашей атмосфере, метеорами. А космические объекты, которые долетают до поверхности Земли или любого другого крупного небесного тела, принято обозначать как метеориты. Большая часть из них в своем конечном виде имеет массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн. И в среднем за один год на нашу планету падает такое количество метеоритов, чья суммарная масса достигает примерно 2000 тонн. В основном метеориты входят в атмосферу Земли со скоростью примерно 50 километров в секунду. И в результате такого быстрого движения мы можем наблюдать их разогрев и свечение. За счет обгорания и сдувания набегающим потоком частиц масса метеорита, долетевшего до поверхности, может быть значительно меньше, чем исходная. А если речь идет о совсем крошечных небесных телах, то на скорости более 25 километров в секунду объект сгорит почти без остатка. Однако, когда метеориту все же удается преодолеть атмосферу Земли, то по мере торможения за сопротивление воздуха он теряет горизонтальную составляющую своей скорости. И это приводит к изменению траектории падения. Например, если изначально метеорит падает горизонтально, то в результате торможения его падение может стать уже почти вертикальным. Вместе с тем, свечение метеорита в таком случае становится менее заметным, а сам объект сильно остывает. Но если небесное тело все же достигает поверхности Земли, это становится причиной удара, который называют импактное событие. В большинстве случаев на месте столкновения образуется кратер, а также существует вероятность возникновения пожара, землетрясения или цунами. Импактное событие способно вызвать по-настоящему катастрофические процессы, и по некоторым теориям именно столкновение с метеоритами стало причиной многих массовых вымираний. При соприкосновении такого объекта с земной поверхностью на высоких скоростях происходит выделение большого количества энергии, которое сопровождается мощными взрывными процессами, формирующими кратер, намного превышающий в размерах диаметр самого метеорита. Например, широко известный Аризонский кратер с диаметром 1,2 километра возник около 50 тысяч лет назад, после падения 50-метрового небесного тела, весившего примерно 300 тысяч тонн. Взрыв при его приземлении по своей мощности был аналогичен взрыву 8 тысячам атомных бомб, аналогичных бомбам, сброшенным на Хиросиму. При этом в результате процесса, который называют ударным метаморфизмом, такие падения могут образовать целые горные породы. И именно с ними связаны некоторые месторождения полезных ископаемых, к примеру, залежи меди и никеля в кратере Садбери. Размер метеоритных кратеров может достигать 500 километров, а в некоторых из них существуют даже свои поселения. Например, кратер Вредефорд, который находится в Южной Африке, назван в честь расположенного внутри него города, а диаметр кратера достигает 300 километров. Для сравнения, это примерно на одну третью больше кратера Чикшулуп и бассейна Садбери. Данный объект был образован более чем 2 миллиарда лет назад, а причиной стало столкновение Земли с астероидом, диаметр которого достигал приблизительно 10 километров. Вредефорд считается вторым из древнейших земных кратеров, так как он всего на несколько сотен миллионов лет моложе Суавьярви, возраст которого достигает 2,4 миллиарда лет. Объект также является самым крупным кратером, если не брать в расчет неизученные кратеры Земли Уилкса с диаметром в 500 километров, который находится под ледяным щитом Антарктиды. Вероятнее всего, Земли Уилкса образовался в результате столкновения с астероидом, который имел диаметр приблизительно 60 километров. Изначально ученые не могли определить дату его формации, однако в результате недавних исследований выяснилось, что возраст кратера составляет около 250 миллионов лет. Вполне вероятно, что импактное событие в результате такого удара стало причиной массового пермского вымирания, которое привело к смерти 96% всех морских видов и 73% наземных позвоночных. Однако данную версию до сих пор нельзя считать доказанной, так как изучение кратера осложняется его местоположением. При этом далеко не все метеориты могут формировать гигантские многокилометровые углубления, и многие небесные тела падают на нашу Землю с намного меньшей силой. Например, метеорит Гоба не оставил после себя крупного кратера. Но именно этот объект можно назвать самым большим внеземным телом, которое когда-либо было найдено на поверхности нашей планеты. Объект представляет из себя самый большой кусок железа природного происхождения на Земле. А его вес достигает 66 тонн. Объем метеорита составляет 9 квадратных метров, а диаметр около 3 метров. Гоба упал на нашу Землю приблизительно 80 тысяч лет назад. А обнаружен он был только в 1920 году возле города Хрутфонтейн, который расположен в Африканской Республике Намибия. Находка была совершена совершенно случайно, так как Гоба не оставил после себя кратера или каких-либо других следов падения. А причиной этому могло быть возможное замедление в атмосфере. При этом объект имеет несвойственную для большинства метеоритов гладкую и плоскую поверхность. А по своему составу Гоба представляет из себя плотное металлическое тело, которое на 84% состоит из железа, на 16% из никеля, а также имеет небольшую примесь кобальта. Данный метеорит никогда не взвешивался, однако считается, что его первоначальная масса при падении составляла приблизительно 90 тонн. При этом тот факт, что Гоба не нанес серьезных повреждений нашей поверхности, также можно назвать удивительным. Ведь в большинстве случаев катастрофичность последствий зависит как раз от места падения. Например, метеорит, который предположительно повлек за собой вымирание динозавров, упал в районе полуострова Юкатан и попал в неглубокие воды, в которых на тот момент находились места образования гипсового камня. В результате падение привело к выбросу огромного количества серы в атмосферу Земли, после чего начался продолжительный период глобальной зимы. Из-за того, что данный астероид упал под углом примерно в 60 градусов, в атмосферу попало максимальное количество пыли, а сам удар вызвал цунами высотой примерно в 80 метров. Прошедшая по поверхности Земли высокотемпературная ударная волна вызвала лесные пожары по всему миру, а поднятые частицы пыли и сажи спровоцировали изменение климата, в результате которого в течение нескольких лет поверхность планеты была закрыта от прямых солнечных лучей пылевым облаком. Безусловно, вероятность того, что подобное столкновение произойдет в наше время, очень мала, ведь падение крупных метеоритов происходит не так часто. Однако человечество пока что не придумало способ обезопасить себя в случае возникновения подобной угрозы. Например, одним из самых опасных сближающихся с Землей астероидов можно назвать 1950 DA – небольшой околоземной объект, который имеет наибольший индекс по полермской шкале опасности столкновений. Максимальное сближение с астероидом произойдет в 2032 году, а вероятность его столкновения с Землей в 2880 году как максимум один из трехсот. В этом случае человеческую цивилизацию ожидают катастрофические последствия, такие как глобальное изменение климата и гибель значительной части биосферы. Диаметр 1950 DA составляет 1,3 километра, а масса пока неизвестна. Вторым самым потенциально опасным небесным странником считается астероид Бенну, который в 2135 году окажется на расстоянии всего 300 тысяч километров от нашей планеты. Дата возможного падения колеблется в пределах от 2175 до 2199 года, так как за весь этот период Бенну 78 раз подойдет к Земле на очень близкое расстояние. Но вероятность падения астероида на Землю равна 1 к 4 тысячам. Средний диаметр астероида более 510 метров, а масса от 60 до 78 миллионов тонн. Падение этого объекта на Землю было бы эквивалентно взрыву бомбы мощностью 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощнейшее взрывное устройство, когда-либо испытанное людьми на Земле, царь-бомба, имело мощность около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Вполне вероятно, что уже скоро наука найдет способ менять траекторию потенциально опасных небесных тел, приближающихся к нам из далеких глубин космоса. Но пока этого не случилось, люди могут только надеяться на то, что импактное событие такой сокрушительной силы не повторится на Земле хотя бы в ближайшие тысячелетия. Сегодня мы привыкли к тому, что практически каждый день наука радует нас сообщениями о новых открытиях. Рост прогресса нашей цивилизации достиг небывалых масштабов, и многим может показаться, что утопия, в которой мы победим все болезни и природные катаклизмы, уже наступило. Однако в нашем мире все имеет свою обратную сторону, и вместе с ростом уровня жизни растет и количество негативных влияний, которые человечество оказывает на окружающую среду. Помимо увеличения процента выброса вредных отходов, нас может ожидать и другая серьезная проблема. А именно истощение всех природных ресурсов планеты и скорое наступление перенаселения нашей Земли. Только за последние 100 лет общее число людей на планете выросло почти на 6 миллиардов, а сегодняшний прирост достигает 250 тысяч людей ежедневно. Если данные темпы продолжат расти, уже следующее поколение может столкнуться с серьезными последствиями. Ведь на данный момент никто точно не знает, какое количество населения способно выдержать наша Земля. Несмотря на то, что проблема перенаселения может показаться заботой людей будущего, эта тема волновала человека во все времена. Еще во втором веке римский писатель Квинт Септимий Тертулиан предполагал, что когда-то богатств и запасов мира может не хватить на поддержание жизнедеятельности человека. А спустя полторы тысячи лет английский экономист Томас Мальтус опубликовал демографическую теорию, согласно которой рост населения вскоре может превысить процент увеличения количества пищи. Новая волна обсуждений данной проблемы началась только в первой половине 20 века и была связанная с явлением, которое получило название демографический взрыв. Суть данного процесса заключается в том, что на протяжении всей истории нашей цивилизации рост населения был незначительным. Однако только за последние 120 лет его скорость увеличилась в несколько раз. В первом веке на Земле находилось около 300 миллионов человек. И отметки в 1 миллиард мы достигли только спустя 1800 лет. Однако с наступлением 20 века скорость прироста превысило все возможные ожидания. И всего лишь за 50 лет на Земле прибавился еще 1 миллиард населения. Следующие полвека вовсе подняли демографическую планку до 6 миллиардов. А к 2020 году мы достигли отметки в 7,7 миллиарда людей на планете. Если этот рост не прекратится, то уже через 5 лет на Земле будет жить около 8 миллиардов людей одновременно. А к 2050 году данная цифра достигнет 9,3 миллиарда человек. Сегодняшние демографы предполагают, что такие высокие темпы роста сохранятся на протяжении следующих нескольких лет. А при достижении отметки в 12 миллиардов количество людей на Земле наконец перестанет расти. Причиной этому вероятнее всего станет развитие наиболее густонаселенных регионов и соответствующий рост уровня образования в них. Однако уже при 11 миллиардах людей на планете нас будут ждать серьезные последствия. По прогнозам транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum, мировых запасов нефти и газа должно хватить еще примерно на 55 лет. Другой проблемой является возможность нехватки продовольствия. Освоение новых, менее удобных пахотных земель может привести к подорожанию производства сельскохозяйственной продукции и к опустыниванию многих территорий. По мнению экспертов из Организации Объединенных Наций, чтобы прокормить растущее население Земли, к 2050 году нам потребуется увеличить глобальное производство продовольствия на 60%, что будет трудно осуществимо в условиях меняющегося климата. Таким образом, даже если замедление роста наступит при 9 миллиардах, нам будет не избежать необратимой деградации природных систем жизнеобеспечения и негативных последствий для экологии. В результате уже в ближайшие десятилетия условия жизни на нашей Земле могут существенно ухудшиться, что поставит человечество на грань вымирания. В перенаселенных городах все чаще будут происходить вспышки эпидемий, ведь вирусам будет намного легче распространяться в среде с высокой плотностью населения. Только за последние 20 лет человечество уже пережило вспышки эпидемии СПИДа, птичьего гриппа, свиного гриппа, лихорадки Эбола, и до сих пор данный список продолжает расти. Многие регионы могут стать похожими на пустыню Сахара, а в результате изменения климата повысится уровень моря, что приведет к затоплению прибрежных территорий. Такие явления вызовут глобальные потоки миграции в города-миллионники, которые будут буквально трещать по швам от количества жителей. Практически каждый новый человек на Земле будет регулярно ходить на работу, совершать покупки в магазине и ездить на отдых, что в результате будет приводить к повышению количества мусора, производимого всем человечеством. Уже в наше время мы можем наблюдать такие явления, как большое тихоокеанское мусорное пятно, которое было сформировано океаническими течениями, постепенно концентрирующими в одной области выброшенный в океан мусор. Но даже это нельзя назвать самым страшным последствием, которому может привести перенаселение нашей Земли. Более серьезной проблемой является дефицит пресной воды. По состоянию на 2019 год из-за демографического роста потребление необходимой для нашей жизни влаги за последние 50 лет увеличилось втрое. Если же верить расчетам экспертов ООН, то уже в 2030 году 47% населения будет жить под угрозой водного дефицита. На данный момент только в одной Африке в этой ситуации уже оказалось от 75 до 250 миллионов человек. А 80% местных заболеваний, которые ежегодно уносят жизни около 3 миллионов людей, связаны с плохим качеством пресной воды. В перспективе это также может привести к учащению вооруженных конфликтов, которые уже наблюдаются в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Однако пока что проблема перенаселения затрагивает только быстро развивающиеся регионы планеты, условия жизни в которых со временем должны постепенно улучшаться. Обратная же ситуация наблюдается во многих странах Европы и в США, где процент прироста населения наоборот постепенно снижается. Это может быть связано с тем, что люди, имеющие образование, намного позже заводят потомство и значительно больше времени тратят на свое саморазвитие и карьеру. Тем не менее, о методах борьбы с перенаселением говорить пока рано, ведь адекватных решений этой проблемы практически нет. Одним из самых эффективных примеров сдерживающей демографической политики является метод, который применялся в Китае в период с 1970 по 1990 год. Жители этой страны, имеющие более двух детей, платили штраф за каждого ребенка и в результате рост населения снизился с 30 до 10% в течение 20 лет. Однако в большинстве стран такие методы считаются слишком радикальными. Вполне вероятно, что в будущем проблема перенаселения может решиться вместе с появлением стратегий более рационального использования природных благ. К тому же нарастание угрозы и перспектива возникновения новой глобальной войны за ресурсы, скорее всего, побудит мировых лидеров задуматься о данной проблеме и обратить свое внимание на помощь в борьбе с проблемами экологии. Будут ли эти меры соблюдены в будущем, на данный момент остается неизвестным. Однако появление большого количества людей, борющихся за сохранность природы, несомненно свидетельствует о том, что значительная часть населения Земли неравнодушна к своей планете и готова совместно решать наши общие трудности. Даже если предел населения на Земле все же не будет достигнут, в будущем человеку потребуется более бережно относиться к окружающей его экосистеме. И возможно, только тогда наше огромное множество сможет принести не только вред, но и пользу нашей планете. 2020 год. Мы живем в эпоху, когда полет человека в космос кажется нам закономерным следствием тех результатов, которых добилась наша цивилизация. Но мало кто задумывается о том, какой ценой дается нам весь этот прогресс. Из-за влияния человеческой деятельности за период инструментальных наблюдений за изменениями климата, глобальная средняя температура планеты выросла на 0,86 градуса по Цельсию. На данный момент наука не сомневается в том, что глобальное потепление действительно существует, и хотя о его причинах можно долго спорить, реальность предоставляет нам голые факты. Например, такие места нашей планеты, как островные государства Тувалу и Ивануату в Тихом океане, совсем скоро могут полностью покрыться водой. А филиппинская деревня Ситио-Париахан уже практически опустилась на дно. Помимо повышения уровня воды, опасность для человека представляет также таяние вечной мерзлоты, в которой, по мнению ученых, могут содержаться возбудители древних болезней. Размягчение грунта в замерзших зонах, которые занимают более 25% всей суши, ставит под угрозу сохранность зданий, трубопроводов и иной инфраструктуры, расположенной на этой территории. На данный момент ущерб от таяния замерзших зон только для нашей страны оценивается в 150 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, человечество уже ощутило на себе заметный рост экстремальных погодных явлений, к которым можно отнести. Ураган 2017 года в Москве, унесший жизни 18 человек, и антициклон Люцифера, из-за которого в нескольких европейских странах температура поднималась до плюс 50. Такая аномально жаркая ветреная погода способствует возникновению пожаров в лесах, которые только за последний год уже прошлись по территории Бразилии, Сибири, Австралии и Калифорнии. Одной из основных причин глобального потепления считается резкое увеличение количества парниковых газов в атмосфере Земли, к которым относятся водяной пар, углекислый газ, метан и озон. Углекислый газ, или СО2 для краткости, является основным газом, который выделяется в результате промышленной деятельности человека, и рост его концентрации в атмосфере наблюдается с начала индустриальной эпохи. Именно СО2, по мнению многих экспертов, играет ключевую роль в развитии глобального потепления на нашей планете. Естественным препятствием для накопления углекислого газа является гидросфера, с помощью которой со временем СО2 преобразуется в минералы. Но кроме нее на нашей планете существует также огромное количество растений, большая часть которых находится в крупных лесах северного полушария. Весной леса вдыхают углекислый газ, чтобы расти, а осенью деревья сбрасывают листья, возвращая СО2 обратно в атмосферу. Таким образом, деревья контролируют ежегодные изменения глобального уровня углекислого газа и на протяжении миллионов лет поддерживают необходимый для жизни баланс. Однако со временем кое-что в этой гармонии стало меняться. В 1958 году, когда океанограф Чарльз Дэвид Киллинг обнаружил способ точного измерения содержания СО2 в атмосфере, он совершил еще одно шокирующее открытие. А именно беспрецедентный в истории человечества рост уровня углекислого газа, который только усиливался. Киллинг понял, что за последние 800 тысяч лет количество СО2 в атмосфере никогда не превышало 0,03%. Однако с началом промышленной революции уровень его содержания вырос практически в два раза. Но в чем причина такого резкого скачка? Даже несмотря на огромное разнообразие видов топлива основными источниками энергии для нас являются нефть, природный газ и уголь. Примерно 90% всей энергии, производимой человечеством, добывается с помощью сжигания ископаемого топлива, и в ходе этого процесса наша цивилизация вырабатывает такое огромное количество углекислого газа, которое планета просто не успевает поглотить. В результате СО2 накапливается и на Земле становится теплее. Когда поступающий от Солнца свет падает на поверхность, наша планета поглощает большой объем этой энергии. Но углекислый газ в атмосфере Земли отражает заметную ее часть, не позволяя ей уйти обратно в космос и направляет к поверхности, тем самым нагревая планету еще больше. Это явление и называется парниковый эффект. Парниковые газы не позволяют нашей планете превратиться в ледяной шар, однако если их становится слишком много, планета начинает сильно нагреваться. Ежегодно человек выбрасывает в атмосферу около 30 миллиардов тонн углекислого газа, и сегодня эта цифра только растет. К каким результатам это может привести? В 2013 году межправительственной группой экспертов по изменению климата были представлены наиболее полные данные о влиянии человека на нашу планету. Согласно оценочному докладу, изменение климата реально, и человеческая деятельность является основной причиной. В период с 1880 по 2012 год средняя глобальная температура Земли стала теплее, вследствие чего произошло потепление океанов, сократился объем льда, и уровень моря вырос более чем на 19 сантиметров. С учетом существующей концентрации парниковых газов, вероятно, что к концу этого столетия средняя глобальная температура Земли поднимется на 1 или на 2 градуса. В результате уже к 2065 году средний уровень моря вырастет примерно на 30 сантиметров, а к 2100 году на 40 или 63 сантиметра. Большинство последствий изменения климата будет сохраняться на протяжении нескольких столетий, даже если выбросы парниковых газов полностью прекратятся. В результате пугающими темпами будет уменьшаться объем горных ледников, и многие поколения в будущем столкнутся с такими последствиями, как сокращение запасов питьевой воды в засушливые месяцы. Ученые могут с точностью предсказать изменения климата, но почему они не могут также безошибочно предугадать и погоду? Разница заключается в том, что погода – это атмосферное, хаотичное явление, и даже микроскопическое воздействие способно привести к крупномасштабным изменениям. Климат же представляет из себя долгосрочное среднее значение за несколько лет и определяется глобальными силами, которые влияют на энергетический баланс в атмосфере. Ученые не могут напрямую за ним наблюдать, но среднее значение за несколько лет позволяет выявить закономерность. За долгую историю нашей Земли климат менялся множество раз, но всегда это изменение было ответом на действие какой-либо силы. Сегодня такое воздействие вызвано сжиганием ископаемых видов топлива, которое способствует увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере. В результате на Земле появляется дополнительная энергия, и большая ее часть оказывается в океане. Вода – это самая темная земная поверхность, которая постоянно поглощает солнечный свет, что в свою очередь приводит к таянию льдов. Такие области, как северные районы Аляски, Сибири и Канады, по большей части состоят из льда и вечной мерзлоты, а почва там тысячи лет была заморожена. В ней содержится очень много органического вещества, которое начинает гнить, когда мерзлота тает. Это приводит к выделению в атмосферу еще более сильного парникового газа – метана, который также усиливает земное потепление. В вечной мерзлоте содержится такое огромное количество углерода, которое способно увеличить содержание СО2 в атмосфере более чем в два раза. И при существующих темпах глобального потепления весь этот углекислый газ высвободится до конца этого столетия. Конечно, все эти процессы отчасти являются контролируемыми, и единственным решением здесь может быть только ограничение человеком собственного влияния на окружающую среду. Для того, чтобы наша цивилизация могла продолжать идти дальше без вреда для планеты, у нас уже существуют альтернативные способы получения энергии. Например, солнечные батареи или ветрогенераторы. Но жизнь на Земле существует не только благодаря комфортному климату. Решающую роль здесь играет магнитное поле, которое генерируется источниками внутри нашей планеты и появилось примерно 4,2 миллиарда лет назад. Благодаря нему Земля защищена от влияния солнечного ветра и большого количества космического радиоактивного излучения. Магнитное поле имеет северные и южные полюса, которые, в свою очередь, способны смещаться. Их инверсия считается относительно редким явлением, и оно еще ни разу не происходило за время существования человеческого вида. Предположительно, смена полюсов происходит в среднем два раза за миллион лет. Во время подобных процессов магнитосфера Земли ослабевает настолько, что космическое излучение может достигать земной поверхности и наносить существенный вред всем живым организмам. Это явление может привести к глобальной катастрофе для человечества и вполне стать одним из возможных сценариев гибели нашего вида. Однако, несмотря на свою редкость, смещение магнитных полюсов уже происходит и регистрируется с 1885 года. За последние 100 лет южный полюс переместился уже почти на 900 километров, а северный – более чем на 2300 километров и продолжает двигаться с заметным ускорением. Ученые не стремятся заявлять об этом публично, так как исход подобного процесса пока что нельзя окончательно предположить. В 2000 году скорость перемещения северного полюса увеличилась на 15 километров в год, а в 2019 возросла еще на 55. В результате напряженность магнитного поля Земли ощутимо и неравномерно упала, и за последние 22 года уменьшилась в среднем на 1,7%. Напряженность является векторной величиной, которая равняется разности действия поля на заряженные частицы, или вектора магнитной индукции и вектора намагниченности. Стоит отметить, что в некоторых регионах Земли напряженность уменьшилась даже на 10%, а где-то, вопреки общей тенденции, наоборот, возросла. На данный момент мы можем только предположить то, что длительный процесс инверсии магнитного поля Земли снова начался. Если это действительно так, то, вероятнее всего, он завершится только через пару тысяч лет, как считают геофизики из Литского университета Йон Маунт и Фил Ливермор. Но несмотря на то, что описываемые нами процессы только начинают демонстрировать ощутимые признаки существенного влияния на человеческую жизнь, очевидно, что когда-то их последствия могут стать необратимы. Глобальное потепление приближается к нам с каждой минутой, и это ускорение находится в прямой зависимости от роста и развития нашей цивилизации. Находясь в самом центре информационного вакуума, мы просто не замечаем того, как наша планета постепенно избавляется от нашего присутствия. И единственной причиной подобного процесса является сам человек. Из-за высокой температуры регулярно страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Например, из-за сильной жары в Европе летом 2003-го было зарегистрировано около 70 тысяч погибших. Стихийные бедствия, вызванные изменениями климата, ежегодно уносят жизни более чем 60 тысяч человек по всему миру, и сегодня этот процесс только начинает набирать обороты. Каждый из нас в силах противостоять этому губительному движению. Но для начала человечеству будет необходимо поставить проблему сохранности климата на первое место. Ведь на то, чтобы исправить ошибки на Земле, у нас просто не будет второго шанса. Расскажите об этом видео своим друзьям и знакомым, чтобы как можно больше людей узнали об этой проблеме. Формируя осведомленное комьюнити, мы повышаем шансы человечества на выживание и, несомненно, делаем огромный вклад в будущее, в котором человек наконец-таки научится жить в гармонии с домом, в котором живет. Сегодняшнему человеку легко вообразить себе сценарий глобальной катастрофы. Мы привыкли к сообщениям о потенциально опасных астероидах, пролетающих мимо Земли, узнали про темную материю и взрывы сверхновых. Однако мало кто задумывается о том, что самая вероятная из катастроф, которая может угрожать нашей планете, имеет совершенно иной характер и происходит прямо на наших глазах. На протяжении последних двух веков глобальная температура Земли неостановимо росла, и на данный момент она уже вышла за рамки исторической нормы. Если этот процесс не остановить, планету могут ждать поистине катастрофические последствия, одним из них является неизбежное тайние всех ледников. Давайте представим себе то, каким может выглядеть мир, в котором все прогнозы ученых относительно потепления сбудутся, и ответим на вопрос о том, насколько скоро это может случиться. К сожалению, на данный момент такую перспективу нельзя назвать лишь теоретической угрозой, о ее реальности говорят статистические факты. За последние 200 лет глобальная температура Земли повысилась более чем на один градус по Цельсию, и решающую роль в этом процессе мог сыграть человек. К такому выводу исследователям помог прийти тот факт, что основной прирост температуры приходится на конец 20-го и начало 21-го века. То есть на тот период, который можно назвать самым мощным в плане выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. Именно в последние два столетия человечество начало активно сжигать углеводороды для использования их в качестве источника энергии, что в итоге привело к повышению уровня концентрации углекислого газа в атмосфере до рекордного уровня, который ни разу не достигался за последние 800 тысяч лет. Если глобальная температура Земли вырастет еще на 3 градуса, перемены могут быть катастрофическими. И начнется все с природных катаклизмов. Уже через несколько десятков лет мы заметим, что наш мир станет значительно суше, и это заметно скажется на экономике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и погодных условиях. Повышение температуры может навредить экосистемам и видам, которые не смогут адаптироваться к новым условиям, а также затронет имеющиеся условия обитания коралловых рифов и жителей арктических зон. Вымирание значительной части флоры и фауны подводного мира может привести к началу массовой гибели животных и птиц, что в свою очередь вызовет нарушение пищевых цепочек и продовольственный кризис. Массовая миграция, потеря жилья, ухудшение состояния физического и эмоционального здоровья у многих людей, будут лишь малой частью того, что ждет человека при таком исходе. Ведь речь будет идти не о индивидуальном благополучии, а о самом существовании нашей цивилизации. Низкие прибрежные районы и небольшие острова по всему миру будут находиться под риском исчезновения из-за увеличения уровня моря, связанного с таянием арктических льдов. По расчетам экспертов, к 2050 году уровень моря может подняться еще на 30 сантиметров, что окажется опасным для стран и городов с низкой прибрежной зоной. И приведет к серьезным угрозам для Флориды, страны Бангладеш, части азиатского побережья с Северного Ледовитого океана и некоторым островам. Заметнее всего повышение температуры скажется на Арктике, в которой, вероятнее всего, растает большая часть ледников. Более удаленные от центральных регионов города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты, не смогут удерживаться в подтаявшем грунте, в результате чего тысячи построек придется приспосабливать к новым температурным режимам. Результатом таяния также станет освобождение значительного количества торфяных отложений, древних вирусов и парниковых газов, которые сковывает вечная мерзлота. В более теплых областях рост температуры скажется и на увеличении чистоты засушливых периодов, а в регионах, отмеченных засухой, ситуация станет еще более напряженной. На Земле все чаще будет развиваться опустынивание, произойдет рост голода и нехватки питьевой воды. Флора и фауна не будет успевать приспосабливаться к климатическим изменениям, что приведет к существенному сокращению биоразнообразия на планете. А такие переносчики инфекции, как малярийные плазмодии и ксодовые клещи, смогут мигрировать в другие районы из-за теплого климата, что сделает человека еще более уязвимым перед различными заболеваниями. Но куда более заметным для нас станут последствия, которые будут вызваны таянием ледников. Уже через 80 лет из-за глобального потепления они могут частично исчезнуть. На данный момент уровень моря повышается примерно на 3 мм в год. Но со временем эта скорость также будет расти, и по имеющимся сегодня прогнозам, к концу столетия вода должна будет подняться примерно на 1 метр. Несмотря на то, что атлантические и гренландские щиты, вероятнее всего, частично все же переживут такие изменения, рано или поздно и они должны будут исчезнуть. В таком случае Антарктида навсегда потеряет свой привычный для нас облик и станет практически неузнаваема. Из-за того, что под ее льдом находятся многочисленные горные цепи и массивы, ее западная часть определенно станет архипелагом, а восточный останется материком. Уже сейчас на антарктическом полуострове наблюдается появление тундры, и скорее всего вместе с потеплением там появятся деревья и новые представители животного мира. Из-за изменения климата бывший холодный материк может стать пригодным для постоянного проживания человека. Однако если это все же произойдет к тому времени, нам вряд ли это понадобится. Если учесть нынешнюю скорость потепления, Антарктида должна будет растаять в течение следующего тысячелетия. Однако исследователи также признают то, что этот прогноз со временем может меняться, так как ледяной материк по-прежнему остается до конца неизучен. По подсчетам сегодняшних ученых, после таяния всего ледяного покрова Земли уровень мирового океана поднимется примерно на 58 метров, что можно будет назвать настоящей глобальной катастрофой. Береговая линия значительно сдвинется, в результате чего под водой окажется вся сегодняшняя прибрежная зона. А самые серьезные последствия будут ждать небольшие острова и города, расположенные ниже уровня моря. Под воду уйдет большая часть Азии, Китая, Японии, страны Бангладеш, Индии, Англии, а также полностью исчезнут Нидерланды, Венеция и часть Дании. Территории Северной и Южной Америки станут морским дном. А в России вода накроет такие города, как Астрахань, Калининград, Владивосток, Сочи, Архангельск и Санкт-Петербург. На Земле перестанет существовать несколько крупных мегаполисов, таких как Майами, Каир, Лондон, Стамбул и много других. Но, возможно, нам все же удастся предотвратить эти последствия. Несмотря на то, что рост глобальной температуры Земли уже невозможно остановить, человечество по-прежнему может его замедлить или же максимально отсрочить. Например, вклад возобновляемой энергетики в современный энергобаланс очень быстро растет, и сегодня использование экологически безопасных способов приносит около 11% от общей электроэнергии в мире. Рано или поздно человечество должно будет перейти на более экологичные виды технологий и использовать иные способы для получения энергии. Но вопрос о том, успеем ли мы сделать это до тех пор, пока прирост температуры на Земле не перешагнет через критическую отметку, останется открытым? К сожалению, основной проблемой на данный момент по-прежнему остается то, что большинству людей проблема потепления не кажется важной, ведь ее последствия многие смогут ощутить только через несколько десятков лет. Однако, даже несмотря на то, что первыми катастрофу заметят жители развивающихся стран и прибрежных территорий, глобальное потепление является проблемой каждого обитателя Земли, и все мы в равной степени ответственны за то, что происходит с нашей природой. Также не стоит забывать и о том, что данные прогнозы представляют из себя лишь модели возможного будущего, и в них всегда существует вероятность того, что что-то начнет развиваться совсем по иному сценарию. Но так или иначе, сегодняшнее поколение максимально приблизилось к тому времени, когда наши действия могут оказывать реальное воздействие на ближайшее будущее. И в наших силах выбирать то, каким именно оно должно быть. Для начала нам потребуется визуализировать облик Пангеи таким, каким он был в период ее расцвета 250 миллионов лет назад. В то время этот сверхконтинент объединял в себе все области континентальной земной коры, а со всех сторон его омывал гигантский океан Панталаса, который занимал всю остальную часть земной поверхности. Тогда на нашей планете проживало огромное количество разных живых существ, облик которых сегодня нам трудно даже представить. Например, так выглядел листрозавр, доминирующий вид травоядных, который заселял практически весь сверхконтинент. А такие чудовища, плеозавры, жили в морях и являлись высшими хищниками. Но давайте представим, какой была бы наша жизнь сегодня, если бы этот сверхконтинент не распался. Во-первых, мы имели бы совершенно иное расположение стран, и наш мир выглядел бы примерно вот так. Наиболее интересной для нас стала бы радикальная перемена климата, флоры и фауны. Сибирь, вероятнее всего, переместилась бы в субтропики и по краям стала бы чем-то вроде современной Калифорнии. Города вроде Магадана или Гватемалы обладали бы наиболее благоприятными для жизни условиями. Там мы могли бы встретить множество разных видов животных. Например, по краям Сибири, вероятнее всего, обитали бы обезьяны, тигры или тапиры, так как эта область была бы похожа на современные джунгли. В центре Китая, России и на территории практически всей Монголии, мы смогли бы встретить верблюдов, скорпионов и, возможно, даже сурикатов, так как эти области стали бы наиболее пустынными. Такая же судьба ожидала бы практически всю Африку, Бразилию, часть США, которая также оказалась бы в наиболее удаленных от океана областях сверхконтинента. Такие изменения в климате и фауне стали бы результатом того, что вся центральная часть такого материка была бы очень засушливой, и там почти никогда бы не шли дожди. Причиной этому была бы удаленность от морей и океанов. В таких местах, как Алжир или Бразилия, жить стало бы очень трудно, а большая часть населения сконцентрировалась бы в прибрежных странах, вроде Украины, Ирана, Индонезии или Румынии. Зато почти вся современная Европа оказалась бы в наиболее пригодных для жизни условиях, чего точно нельзя сказать про крупные страны, большая часть которых на Пангеи была бы необитаема. Благодаря обнаружению залежей каменного угля, ученые пришли к выводу о том, что часть суши на древней Пангеи, которая находилась ближе всего к экватору, действительно была покрыта тропическими дождевыми лесами. В то время Пангея могла напоминать картину внеземного мира из фильмов. На сверхконтиненте жило очень много необычных животных, и большинство из них сильно отличалось от современной фауны. Например, первые появившиеся на Пангеи динозавры выглядели далеко не так, как их будущие потомки. Вероятнее всего, у них были очень пористые кости, а вместо чешуи они были покрыты перьями. Большая часть видов, обитавших на Земле во время существования Пангеи, как раз и стали прародителями современной фауны. И, возможно, если бы континент не распался, сегодня мы имели бы совершенно иное разнообразие фауны. Но как был бы устроен весь наш мир, если бы Пангея не раскололась? В таком случае сейчас мы могли бы доехать из любой точки мира в Англию на машине, поскольку страна находилась бы на одной части суши со всеми. Путешествия до Японии для нас не отличалась бы от обычной поездки на поезде, а город Хельсинки практически вплотную приблизился бы к Санкт-Петербургу. Наиболее радикальные перемены произошли бы в Австралии и Индии, которые сместились бы на юг, а имеющийся там сегодня жаркий климат стал бы холодным, покрыв эти области снегом и льдом. И это далеко не единственные изменения в окружающей среде, которые произошли бы на нашей планете. Например, из-за отсутствия естественных границ, для распространения вирусов, вероятнее всего человечество намного чаще встречалось бы с разными видами новых эпидемий. Из-за сухого климата нас также ждало бы и существенное сокращение разнообразия видов флоры и фауны. Основным видом белковой пищи для людей стала бы рыба, а главным туристическим круизом, скорее всего, было бы путешествие вокруг континента. Одной из самых главных перемен в нашей жизни стало бы более свободное перемещение между странами. Большая часть поездок осуществлялась бы на обычных автомобилях или поездах, а перемещение на самолете стало бы еще более быстрым. Например, жители Канады смогли бы беспрепятственно доехать до Франции, Англии или Германии на любом виде наземного транспорта, а путешествие из Китая в Японию заняло бы пару часов на машине. Следующим важным изменением стала бы иная политика стран, так как почти у всех появились бы новые соседи. Например, Соединенные Штаты Америки, которые раньше имели океан по обе стороны, стали бы соседствовать с Африкой на восточном побережье, что, вероятнее всего, было бы причиной более раннего заселения этой страны. Если бы все страны находились бы бок о бок друг к другу, людям стало бы намного проще начать войну. Транспортировка солдат, оружия и военного оборудования не была бы такой энергозатратной и дорогостоящей, вследствие чего людям не составило бы труда начинать новые войны. Однако, возможно, объединенный континент заставил бы людей более бережно относиться к своей земле, что повлияло бы на количество мирных соглашений между странами и привело бы к прекращению всех войн. Правда, на данный момент это только гипотезы. Но что, если я скажу вам о том, что в будущем подобное слияние континентов, вероятнее всего, произойдет снова? Если верить сегодняшним теориям, процесс слияния и разъединения материков является цикличным, и происходит он в течение огромного временного отрезка. Теория возникновения будущего суперконтинента базируется на нескольких научных достижениях. Например, на изучении истории перемещения плит, которая показала, что с периодом примерно в 550 миллионов лет блоки континентальной коры собираются в единый суперконтинент. Если такое случится, через 250 миллионов лет североамериканский континент повернется против часовой стрелки, и Аляска окажется в субтропическом поясе. Средиземное море сомкнется, и на его месте образуются горы, сравнимые по высоте с Гималаями. Евразия продолжит вращение по часовой стрелке, и британские острова окажутся в районе Северного полюса, в то время как Сибирь переместится в субтропики. Сегодняшние ученые считают, что в итоге должен получиться еще один сверхконтинент, который, кстати, уже имеет название – Пангея Ультима. Новая Земля будет значительно отличаться от того мира, к которому мы привыкли. Поверхность Пангеи Ультимы будет на 90% покрыта пустынями, а на северо-западе и юго-востоке континента образуются гигантские горные цепи. Вероятнее всего, подобный процесс действительно произойдет на нашей Земле. Правда, увидят его только наши далекие потомки. Наша Земля – это удивительное место, аналогов которому наука пока что не смогла найти во всей известной Вселенной. Со временем знания о ней будут расти, и, возможно, основные секреты этого объекта нам еще только предстоит узнать. Но до тех пор, пока этого не случилось, наша родная планета будет оставаться одним из самых интересных небесных тел для науки. Ведь именно на ее поверхности смогла зародиться разумная жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok